Трудные места описания с библейским порталом «Экзегет». И это второе послание к Коринфянам, третья глава, шестой стих. И здесь был задан вопрос одним из слушателей, означает ли сказанное здесь, что Ветхий Завет отменен. Но, знаете, можно даже и без этого вопроса выделить этот стих как проблематичный. Я прочитаю его. «Он, Бог, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что букву убивает, а дух животворит». Ну, про дух всё понятно, животворит, то есть наделяет жизнью. Дух, конечно же, дух Божий, и как-то ещё можно это понять. Но, в общем, дух даёт жизнь, конечно. Почему букву-то убивает? А, кто-то говорит, буквальное понимание Ветхого Завета, оно убивает человека. Ветхий Завет — это плохо. Это отвратительная книга. Ой, нет. Есть люди, которые так считают, но точно не Павел, иначе бы он не ссылался на него всё время. Откуда он берёт образы, как он доказывает, что Иисус Христос действительно спаситель мира? Что ему это в голову пришло? Мало ли кому что пришло. Мало ли было людей, которые себя мессиями объявляли. Но именно Ветхий Завет указывает на то, что произошло, значит, он не убивает? А, наверное, буквальное понимание Ветхого Завета убивает. То есть вот если соблюдать все эти правила, то ты становишься фарисеем, да? А давайте жить свободно, широко. Нам не нужна эта буквальность. Много людей так считают. Потом, правда, выясняется, что свободно мы будем относиться и ко всем заповедям, ну и вообще ко всему, да? То есть, в общем, что хотим, то и делаем. Ну, буквы же убивают, а мы духовные люди, наш дух животворит. Айда, все, кто хочет, тот и будет делать. Тоже что-то не то. Вот как-то оно... Всё не получается. С духом всё хорошо, а с буквой прямо ужасно. А что значит буквы убивают? Так, смотрите, это, конечно же, Моисеев закон. И, конечно, можно сказать, что его внешнее толкование, которое вот просто берёт буквально делай то, делай то, делай то, не делай, не делай, не делай. И можно сказать, что это вот что-то такое вот приземлённое, что это вот что-то такое не очень хорошее, в отличие от духовного. Но в Моисеевом законе же просто смертная казнь за многое прописана. Вот получается, что если ты следуешь Моисееву закону полностью, ну, в общем, тебя надо убить. Не за одно, так за другое. Но где-то ты дал слабину, что-то ты где-то как-то сделал. В этом смысле буквы убивают. Не сказано, что это плохо. Не сказано, что эта буква нам не нужна, мы её выкинем. А сказано, что вот смотри, ты грешник. Наказание за грех по большому счёту одно – смерть. Ну, понятно, что не всякого грешника убивают, иначе бы жизнь давно прекратилась на земле. Но в принципе-то вот ты виновен в смерти. Это у Павла как раз очень… Повинен в смерти у Павла. Это очень частая мысль. И то, что Христос спасает, это же не вообще слова какие-то спасает, или там в смысле, не знаю, открывает истину, или там даёт новые силы. Вот конкретно тебя посадили в камеру смертников, приходит Христос и говорит, всё, ты свободен, здесь я останусь, а ты иди. Да, это для Павла очень важный момент. И как раз он говорит, что мы, христиане, тут я, давайте, прочитаю 4 стиха, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что Бог выбивает, а Дух животворит. И дальше. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы, лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Вот служение буквы – это служение Моисею. Вот Моисей не был фарисеем, не был мелочным, придирчивым законником, который отнимает у людей последнюю надежду и ходит и всех карает за то, что там кто-то что-то чуть-чуть не так сделал, да, совершенно точно. Более того, Бог его прославил. И Павел вспоминает то, что лицо Моисея сияло, когда он выходил из места присутствия Бога, и когда он израильтянам давал эти законы, толковал их, судил их, да, то есть это не просто, знаете, такой занудный старичок, который ко всем пристает со своими глупостями, это вестник Бога, да, и он говорит, это все было славно. И, значит, вот эта буква убивает не в том смысле, что она плохая, а в том смысле, что она не дает жизни сама по себе. Она ставит границы преступления и тем самым осуждает, да, кого-то осуждает на смерть. И тогда служение Духа, которое вот этих самых осужденных милует, вот оно гораздо более славно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok